Сегодня у нас в гостях генеральный директор Центра кластерного развития Ульяновской области Вадим Вячеславович Павлов, который расскажет о поездке ульяновской делегации в Швецию. Вадим Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Вы буквально, наверное, в понедельник вернулись из Швеции, наверное, море впечатлений и планов. Вот хотелось бы услышать от вас, что в дальнейшем у нас планируется в связи с поездкой в Швецию. Ну, Швеция сначала, так, в сторону отойду. Швеция удивительная страна, я про нее почитала только в интернете, которая полна сюрпризов. Вот достаточно до года мне поразило, что после рождения ребенка ему дают фамилию матери, а не отца. И ученики старших классов получают даже какие-то там вознаграждения денежные за то, что посещают школу. Вот удивительно. Ну, давайте начнем с того, что вас в первую очередь поразило в Швеции. Швеция действительно удивительная страна, и каждая страна интересна по-своему. Она интересна в первую очередь с оппозицией тех условий, которые созданы в этом государстве, в королевстве в Швеции. Это страна, где сохранены традиции конституционной монархии. У короля ограничено право принятия решений, но, тем не менее, шведы относятся с большим уважением к своей истории, к этим традициям. Интересно, что Швеция одна из лидеров в Европе по продолжительности жизни. Средняя продолжительность жизни в Швеции более 81 года. Для сравнения, в России 71. На 10 лет больше. Да, на 10 лет они живут дольше. Есть такой индекс, он называется индекс развития человеческого потенциала. Он измеряет несколько показателей. Это продолжительность жизни в стране, уровень образования. И на основе еще нескольких показателей, интегрированных показателей формируются. На сегодняшний день Швеция в мире занимает 12 место. Это впечатляющий, конечно, результат. И темпы развития экономики, шведской экономики, они нам интересны. И причем, когда формировалась программа визита в Швецию, мы эту программу формировали таким образом, чтобы познакомиться с опытом развития высокотехнологического проекта. Это информационно-коммуникационный кластер, такой огромный технопарк, называется он «Чисто». И о нем как раз я хотел более подробно рассказать, остановиться. Он в городе «Чисто» располагается? «Чисто» — это район города Стокгольма. И на сегодняшний день «Чисто» является крупнейшим в Европе технопарком и третьим в мире по величине, по обороту компаний, которые находятся на его территории. Могу сказать, что на территории этого технопарка располагается более 1300 компаний. Есть представительства нескольких университетов. Это Королевский технологический университет, это Стокгольмский университет, недавно созданный Европейский технологический университет. Более 6500 студентов обучаются на территории этого технопарка. Получается... Это такой студенческий район, да? Это такой кампус, в котором есть и технологические компании, крупные компании, такие как Ericsson, IBM. Причем этот технопарк «Чисто» начал свою жизнь именно с решения мэрии Стокгольма и владельцев компании Ericsson, когда они приняли решение о том, чтобы такую территорию создать. И была поставлена задача, чтобы Швеция стала лидером в сфере электроники. Вот решая эту задачу, они начали развивать эту территорию. Кроме студентов и факультетов университетов, технологических компаний, есть и непосредственно сам жилой район, в котором живут все эти участники. Почему этот проект для нас интересен? Потому что он по своей модели развития очень близок к концепции большого проекта «Технокампус», который мы планируем реализовать и уже приступили к его строительству, реализации в Ульяновской области. Именно в связи с этим была сформирована делегация во главе с губернатором области, и мы посетили этот уникальный технопарк. Чем он нам интересен? Интересен тем, что дорогу, которую они проходили в течение 40 лет, и тот успех, результат, который на сегодняшний день сформирован, для нас интересно, благодаря каким действиям государства, благодаря формам участия бизнеса и университетов научных центров, какая модель взаимодействия оказалась наиболее успешной. И именно с этим, для того, чтобы познакомиться с этим опытом, мы и приехали к нашим коллегам. Они рассказали об истории развития этого проекта, выделили ключевые события, которые помогли стать лидером на сегодняшний день в сфере телекоммуникации, какие меры государственной поддержки оказались наиболее эффективными, как университеты взаимодействовали с бизнесом. И мы для себя понимаем, что те ценности и принципы, которые мы закладываем при проектировании нашего проекта, технокампуса в Ульяновской области, они практически одни и те же, что реализуют наши шведские коллеги. О чем я говорю? Я говорю о том, что взаимодействие бизнеса, это могут быть и крупные частные компании, а не государственные корпорации, с университетами, причем, когда университеты приступают к решению тех реальных производственных задач, которые бизнес формирует и ставит перед научным сообществом. С одной стороны. А с другой стороны, университеты в своей образовательной программе используют именно задачи, которые сформулированы из этого индустриального окружения. Это очень важно, чтобы студенты и даже школьники в технопарке «Чисто» есть своя школа, причем школа в старший класс учится, которая как раз вот в этом формате, в этой модели. Дети учатся на примере решения проектов, они, понятно, немного упрощены, но эти проекты, они берутся из реальной жизни. И поэтому в ходе своего обучения они уже изначально ориентированы на решение прикладных практических задач из реальной жизни. И это позволяет им... К примеру, какие проекты? Ну, допустим, акцент в «Чисти» сделан на развитии информационных технологий. И школьники в ходе своего обучения, они решают, пишут программы, которые используются или создают какие-то программные продукты, которые имеют возможность применять действительно в реальной жизни. Как пример, допустим, это могут быть программы по управлению какими-то промышленными роботами, то есть они фактически участвуют в этой деятельности. Либо это могут быть программы развлекательного характера, или это образовательно различные программы. Могу в качестве примера привести, что многим известна компания «Игра Майнкрафт». Это... Да, сейчас это любимая игра у молодежи. Это одна, да, действительно из таких популярных игр, которая позволяет реализовать такие инженерные и технические свои компетенции. Очень интересно, когда человек может создавать, строить целый мир. Мне кажется, вот очень интересно для и подростков, и детей, и даже взрослые, я знаю, некоторые увлекаются. Вот это как раз компания, которая размещается в «Чисти». Или всемирно известная программа «Скайп», которым, я думаю, многие пользуются, тоже «Резиденты чистые». Это люди, которые непосредственно там занимались разработкой этой программы. Ну и так далее. И с этой точки зрения коллеги нам рассказывали о своем опыте, и более того, достигнута договоренность о том, что будут формироваться делегации с участием вузов Ульяновской области, преподавателей вузов, компаний, в том числе и из IT-сферы, которые могут приехать в Швецию. С одной стороны, это знакомство с опытом, а с другой стороны, возможность наладить бизнес-контакты, когда совместно с нашими зарубежными партнерами можно проект развивать, или наоборот, они будут помогать реализовать какие-то проекты. Это тоже сотрудничество, которое, я думаю, будет выражено в совместных проектах. Кроме этого, особый интерес для нас, конечно, представляет сотрудничество с шведскими университетами. Это отдельная, большая, огромная даже история. И для нас это один из приоритетов, чтобы возникли партнерские образовательные проекты с шведскими университетами. Они считаются одними из ведущих технологических вузов в Европе, поэтому те программы, которые они реализуют на сегодняшний день, они нам интересны. Это могут быть и программы обмена студентами, это могут быть и лекции шведских профессоров, которые будут сюда приезжать к нам читать отдельные курсы в рамках обучения наших студентов в Ульяновске. А это правда, что в Швеции иностранец может получить бесплатное образование на английском языке? Совершенно верно. Это уже сформированный тренд в Европе, и образование является одним из таких очень сильных факторов привлечения в страну талантливых студентов. По этому пути пошли многие страны, Финляндия, Германия и Швеция, в том числе, то есть человек, поступив в шведский университет, он учится там бесплатно, получает образование. То есть экзамены просто надо сдать? Да, сдается экзамен, но затем он учится. Я понимаю заинтересованность наших зарубежных коллег, когда они получают уже взрослого человека, то есть завершившего школу, который начинает учиться в университете, и с высокой вероятностью, что он, возможно, в этой стране и останется. Поэтому заинтересованность в привлечении талантливой молодежи у наших зарубежных коллег, она ярко выражена. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы у себя в регионе создавали такие образовательные программы в ВУЗах, которые были бы по своему уровню сопоставимы с ведущими международными университетами. Такая задача стоит, мы ее будем. А вот уровень, я отвлекусь, наших университетов, он настолько далек от шведских или нет? Или мы уже приблизились к этому? Ну, объективно, конечно, ситуация такова, что мы существенно уступаем в качестве своего высшего образования. У нас, конечно, есть сильные преподаватели, но их можно буквально на пальцах рук выделить направления, которые действительно являются конкурентоспособными на международном уровне. Есть очень сильный факультет информационных технологий в политтехническом университете, есть в Ульяновском государственном университете специалисты ученые, которые действительно заметны на мировом уровне. Но это единичная история. Задача стоит, чтобы нас сформировать качественный образовательный продукт здесь у нас, в Ульяновской области, чтобы он вызывал интерес не только для жителей Ульяновской области, для бедурентов, которые заканчивают ульяновские школы, но он был бы интересен студентам из других регионов для старта, в первую очередь, России, чтобы они понимали, что человек, желающий получить профессию в определенной сфере, он понимает, что в университетах Ульяновской области такие компетенции являются ведущими в мире, и поэтому они к нам будут приезжать, чтобы получить образование. А обмен студентами, вернее, наши студенты, я так поняла, будут посещать, ездить в Швецию, да, там, в какой-то чем учиться или как будет? Здесь несколько форматов сотрудничества. Безусловно, будут визиты в Швецию, но организовать в большой поток, это технически сложно, ну и финансово, понятно, это не дешево, поэтому, конечно, на первом этапе стоит задача сформировать визиты делегаций, чтобы представители ульяновских вузов начали, уже познакомились и начали сотрудничество и вузов, и бизнеса, а затем мы хотим приглашать шведских профессоров в Ульяновскую область, чтобы они уже здесь, на площадках ульяновских университетов, читали свои лекции, либо даже отдельные лекции, либо даже отдельные курсы они здесь читали. Задача такая. Ну, буквально вчера на пресс-конференции вы сказали, что посетили еще стеклянный дом. Вот что это такое, еще раз поподробнее, потому что жилищно-коммунальная сфера в Швеции, как я понимаю, по тем вот статьям, которые есть, идеально просто. Я бы сказал так, она на порядок, наверное, технологии, которые используются, они на порядок выше, чем те технологии, которые используются в России. Здесь вопрос даже не в том, что у нас нет доступа к этим технологиям, я об этом сейчас чуть позже расскажу, несколько примеров, а в том, что такая комплексная система, начиная с образования, вот этот вот проект «Стеклянный дом» или «Глаз Хусет», как он называется по-шведски, это такой центр образования и знакомства с современными экологическими технологиями. На этой площадке проводятся занятия с детьми, начиная с дошкольного возраста. Есть специальные помещения, которые в таком доступной наглядной форме показывают взаимодействие человека и окружающей среды, каким образом жизнедеятельность человека влияет на нашу среду, каким образом отходы производств либо просто бытовые отходы влияют на жителей. Причем у них это знакомство начинается с форматов походов в лес, когда дети знакомятся с окружающей природой, они понимают, что представляет окружающая среда. Затем они в этом центре уже имеют возможность увидеть, откуда берутся эти ресурсы, вода, соответственно, продукты питания и каким образом они дальше, эти отходы могут влиять. В этом смысле шведский опыт, он, конечно, очень интересный. Вот целый район Стокгольма, Хаммербю он называется, он построен с применением, там же находится вот этот стеклянный дом, для того, чтобы демонстрировать и рассказывать всем, рассказывать об этих технологиях. Вот в этом районе Хаммербю он спроектирован таким образом, что даже бытовой мусор, который шведы, они его раздельно собирают, складывают в контейнеры, и чтобы мусоровозы не заезжали в этот район, для того, чтобы не загрязнять воздух, по вакуумным трубопроводам этот мусор выводится, вытягивается из этого жилого района и за нескольких километров от этого района уже складируется в контейнеры, а затем он уже переводится на мусороперерабатывающий завод, причем он разделяется опять на фракции. Тот мусор, который может быть использован как топливо в генерирующих станциях, электростанциях, с добавками древесных опилок, он сжигается, и, соответственно, используется для отопления и подготовки горячей воды вот этого района. Причем интересный такой момент, пепел, который остается после сжигания, он тоже, в свою очередь, разбирается на фракции. Та часть пепла, которая безопасна, используется в дорожном строительстве как добавка в асфальт, или же в производстве строительных блоков при строительстве домов, а часть опасных отходов, опасных для окружающей среды, для человека, она уже утилизируется. И вот в совокупном объеме всего бытового, всех бытовых отходов составляет всего 1% тех отходов, которые потом уже идут на утилизацию. То есть это настолько совершенная на сегодняшний день система работы с бытовыми отходами, когда продукты жизнедеятельности человека, они используются для того, чтобы обеспечивать эти дома теплом и горячей водой. И это привело к тому, что вот этот целый район, это не единичный дом, это вот целый район, в котором проживают несколько десятков тысяч жителей, в два раза энергопотребление этих домов благодаря применению как технологии при строительстве этих домов, так и использованию мусора для переработки мусора, вот в два раза они сократили энергопотребление этих домов. То есть фактически те расходы, которые за коммунальные услуги есть, вот они вот уменьшили в два раза. Это вот пример, прикладной для нас, каким образом эти технологии можно использовать. Причем это уже технологии, которые на сегодняшний день реально применяются, если говорить с точки зрения себестоимости строительства, то вот те расчеты, которые коллеги шведские нам представляли, стоимость строительства домов увеличивается на 5-6%, но позволяет получить эффект в два раза уменьшаются расходы за коммунальное обслуживание. Тут один из примеров. Или тоже вот иллюстрация технологий, которые используются в Швеции. Есть примеры строительства деревянных домов. До шести этажей строят дома из дерева. То есть это современная работающая технология, которая вполне возможно, ее можно перенести сюда и начинать производство, строительство подобных домов, в том числе и в Ульяновской области, в России. Поэтому сейчас идут переговоры со шведскими коллегами о возможности трансфера этих технологий, чтобы мы могли их использовать, в том числе и в Ульяновской области. Ну я вот еще хочу вернуться к переработке мусора, потому что это такая больная тема у нас. Я так понимаю, свалок у них нет в Швеции. Да. А вот мусоропроводы в доме есть? Есть разные дома, понятно. Вот тот район, о котором я говорил, это отдельная история, это уже вот когда вакуумные мусоропроводы есть. Нет, они выносят что ли? Или как? Есть контейнеры на улице, к которым подходят жители Швеции, вот этого района. Просто они эти пакеты складывают в эти контейнеры, а этот контейнер уже по принципу пылесоса, он переправляет этот мусор уже за пределы этого района. А они платят за вот такой вывоз мусора? Ну, естественно, у них есть коммунальные платежи, потому что деятельность всей этой инфраструктуры уже нужно поддерживать. Точно такие же управляющие компании, как и у нас. То есть принцип организации, он здесь остается таким же вопросом, что эти технологии, они позволяют уменьшить выбросы мусора, а тот мусор, который направляется на переработку, используется, опять же, повторно, для обогрева жилища и так далее, он позволяет сократить расходы на содержание жилья. Вот такая ключевая ценность в этом проекте. А вот сколько они платят? Я вам не могу назвать. Просто какой процент от зарплаты? Я могу сказать, что уровень жизни в Швеции достаточно высокий. Коллеги с нами делились. Если переводить на рубли, то средняя заработная плата 20 тысяч крон где-то в среднем зарабатывают в Стокгольме, это порядка 160 тысяч рублей. Но необходимо помнить, что высокие налоги в Швеции от 30 до 60 процентов, поэтому это тоже надо иметь в виду. Ну и сама по себе, конечно, страна с точки зрения стоимости, она достаточно существенно выше, чем у России. У них и зарплаты высокие, но и стоимость жизни существенно выше. По поводу котельных, у них как ТЭЦ есть, или у них крышные какие-то котельные? Здесь, что касается генерирующих мощностей, то есть масса различных вариантов. На самих домах расположены солнечные батареи, и вот тот район, о котором я говорил, Хаммер-Бион, вот эти дома до 50 процентов потребности своей электроэнергии, они обеспечивают за счет применения солнечных панелей, которые размещены на крышах. Причем такой интересный момент, часть крыши засеяна травой. То есть фактически они таким образом относятся к окружающей среде, считают, что дождь, который он фильтрует через эту траву, а потом уже попадает такая система использования всех ресурсов вокруг себя очень интересная. Есть, понятно, и электростанции, которые они устанавливают, небольшие гидроэлектростанции, фактически используется весь ИТЭЦ, весь спектр возможных источников. Вопрос в том, что их использование и целесообразность использования того или иного источника энергии, она, исходя из конкретной местности, уже определяется, исходя из возможностей отдельной местности. А у нас вот такие вот тоже на крышах можно ставить солнечные батареи? Это реально вообще? Более того, не просто можно, а сейчас идет активная работа. В августе этого года уже будет открыт первый в России ветропарк Ульяновской области. Это проект, который имеет большие перспективы для развития. Первый этап это будет 35 мегаватт, когда будут установлены до 80 метров башни из категории так называемый большой ветер с лопастями радиусом 60 метров. Это огромные ветряные электростанции с мультимегаваттными генераторами, которые на первом этапе позволят 35 мегаватт генерировать. Затем следующий этап это несколько сотен мегаватт и дальше вот эта история будет расти. Потому что сейчас база активно развивается, производятся ветрозамеры, где на территории Ульяновской области можно будет эти мощности генерирующие ветра устанавливать. Соответственно, наш регион на сегодняшний день действительно один из лидеров использования станет альтернативной энергией. Это что касается ветра. По солнцу эта история сейчас только начинает набирать обороты, но по результатам тех исследований, которые были проведены, действительно есть потенциал использования и в том числе и солнечной энергии и даже в Ульяновской области. Этот проект тоже будет развиваться дальше. Будет бы здорово. А вот тоже прочитала, что в Швеции воду пьют из-под крана. Да. Настолько она чистая. Настолько она чистая, действительно не часто так бывает, что воду можно пить из-под крана. В некоторых странах даже настоятельно не рекомендуется этого делать, потому что есть опасность. А Швеция действительно благодаря их отношению к окружающей среде это можно делать в любом месте, пить воду из-под крана. Вот еще один такой интересный момент, который является на мой взгляд достаточно характерным. В конце 70-х в Стокгольме не было ни одного пляжа на территории города, где можно было бы купаться. Это было связано с тем, что Финский залив был грязным и не рекомендовалось купаться. Так вот, на сегодняшний день на территории Стокгольма более 30 пляжей. Это результат той работы, которую проводили наши коллеги в Стокгольме. Вот результат культивирования и поддержания ценностей в обществе, применения технологий, которые позволяют очищать. И фактически они за эти 30 лет, 40 лет создали условия для того, чтобы среда рекультивировалась и на сегодняшний день она не представляет собой опасности для того, чтобы можно свободно купаться в заливах Балтийского моря непосредственно в самом Стокгольме. А вот по трубам вода идет, то есть она до этого очищается где-то? Ну, я думаю, что какая-то система, наверное, есть. Швеция это страна озер, их большое количество, они используют ее для того, чтобы доставлять петиловую воду в города. Какую-то обработку, наверное, может быть, механическую, конечно, проходит, может быть, химическую, детали не могу сказать, но просто качество этой воды таково, что она действительно из-под крана ее нужно пить. Это пример для нас, к чему мы должны будем дальше стремиться. Ну, шведы говорят очень экономны, и вот на чем они экономят? За те несколько дней, которые мы провели в Швеции, возможности так вот близко познакомиться с бытом не было, но могу сказать, что сфера общественного питания, если переводить на сопоставлять с уровнем цен в Ульяновске, в России, то она, конечно, достаточно дорогая, и получается так, что в целом такой быт шведов, я думаю, что он больше ориентирован, конечно, на дом, на семью, и это для всех скандинавских стран очень характерно, вот эти вот семейные ценности, ценности дома, они очень сильно выражены, что касается того, на чем они экономят, мне кажется, уровень жизни позволяет достаточно комфортно себя чувствовать в Швеции, хотя могу сказать, что медицинское обслуживание считается дорогим, оно платное, во-первых, и уровень и стоимость этого медицинского обслуживания высокая даже для шведов, поэтому они говорят о том, что лучше быть здоровым, потому что существенная нагрузка для бюджета семей, если приходится обращаться. А как они заботятся о своем здоровье, занимаются спортом или что? Да, это какие-то базовые ценности, которые активно культивируются, все виды спорта, понятно, что самый большой интерес, конечно, это хоккей с шайбой, это для шведов такой вид спорта, который, наверное, болеет вся страна, хоккей с мячом, потом и футбол, поскольку там есть всемирно известные игроки Златан Ибрагимович, который играет за Швецию, один из самых известных современных футболистов, талантливых и так далее. Повсеместно размещены площадки для велодорожки в самом Стокгольме, практически весь город имеет... А как они расположены? Прямо где пешеходные дорожки? Дороги спроектированы таким образом, что автомобильная дорога рядом идет параллельно с ней велодорожка и пешеходная дорожка, практически все дороги спроектированы таким образом, что можно доехать на велосипеде практически до любого места города в городе. А дороги, наверное, идеальны. Это да. Ну, это, наверное, вообще отдельная тема, наверное, которой потом тоже будет заниматься. Я думаю, это отдельная история, связанная с качеством дорожного покрытия, с теми технологиями, которые применяются. Но, правда, нужно заметить, что Швеция, благодаря Гольфстриму, там, средняя температура, она, конечно, выше, чем в Льяновске. Сейчас там температура около 0, там, плюс 2, плюс 3 градуса. Такой мягкий климат для них морозы за 30, это только в северных районах Швеции, и нечасто такое бывает. Ну, поскольку о здоровье заговорили, говорят, что в магазинах Швеции алкоголь практически не продается, ну, только пиво там, да? Ну, во-первых, алкоголь такое тоже строгое отношение, в публичных местах, вообще на улицах алкоголь он нигде не продается, он продается исключительно в общепите, и вообще в целом культура потребления, она, конечно, для них тоже является такой очень значимой и важной, и несколько лет назад, даже около 10 лет назад была отделена даже программа разработана для того, чтобы повышать, для них это тоже была проблема, высокое потребление алкоголя, и разработана и реализуется программа по такому планомерному ограничению потребления и с местами, где продается алкоголь, и с временем продажи, и это приносит свои результаты, результаты в виде увеличения продолжительности жизни людей, вообще в целом отношения и развитие такого здорового образа жизни, это дает результаты. Ну, торговля у них там тоже на идеальном уровне, и показатель Икея, филиалы которые есть в некоторых городах России. Вот у нас появится Икея. Не готов сейчас сказать, я знаю, что встречи с коллегами были, но Икея всемирно известная сеть, она развивается, сказать, что она там идеальная, ну, наверное, есть какие-то недостатки тоже, потому что сейчас я знаю, что Икея, приходя в любую страну, есть ульяновские компании, которые являются поставщиками для Икеи, то есть они свой продукт сопоставляют в эту сеть. Поэтому это вопрос организации, на мой взгляд, чтобы пространство в этих магазинах, обслуживание покупателей, организация самого пространства, потому что это же комплекс, в котором можно проводить полдня вместе с детьми достаточно комфортно. Вот это представляет в первую очередь ценность, и именно этим, допустим, сеть Икея, она интересна для покупателей всего мира. В этом смысле, конечно, есть чему научиться у шведов с точки зрения клиента ориентированности, насколько комфортно покупателям находиться в этих комплексах. И качество. И качество. Идеально. Вообще территория Швеции, она для бизнеса как удобна? В Швеции достаточно высокие налоги. А что бизнесмены шведские платят? За что платят? Я насколько обладаю информацией, у них выше ставка налога на добавленную стоимость, и налог на прибыль они платят выше, чем у нас. Государство активно участвует во формировании благоприятных условий для развития шведского бизнеса. И это дает свои результаты всемирно известной компании, такие как взять тот же самый Ericsson, один из лидеров в мире в сфере телекоммуникаций. Но даже для таких крупных гигантов, как Ericsson, главный офис Ericsson, кстати, находится как раз на территории технопарка чисто. Даже для них нет гарантированных и абсолютно стабильных условий для развития бизнеса. О чем я хочу сказать, что несколько буквально лет назад все, я думаю, что особенно люди среднего, старшего возраста помним телефон Ericsson, многие возможно пользовались этими телефонами. Сейчас у Ericsson нет подразделения, которые производят мобильные телефоны, потому что в конкуренции с другими производителями и Nokia тоже свое подразделение по производству телефонов, уже нет телефонов Nokia на сегодняшний день, потому что пришли другие игроки и в этой конкурентной борьбе с Apple и Samsung и другими китайскими производителями они не смогли конкурировать, несмотря на достаточно большой опыт работы, вроде бы и сильные научно-исследовательские центры и так далее, так далее. Мир быстро развивается, он изменчив, но внимание правительства Швеции, точно так же, как и то внимание, которое у нас в Ульяновской области к созданию условий для развития бизнеса, это один из таких ключевых приоритетов, на что обращает внимание власть, и это дает свои результаты. Вот тот большой проект, который мы сейчас начинаем развивать, Технокампус, это территория, на которой будут развиваться высокотехнологичные стартапы, где будут размещаться университет технологический, где будет построена работать новая школа, основанная на новых принципах. Это в Заволжье у нас, да? Да, это у нас в Заволжье, это вот проект как раз направлен на то, чтобы создавать у нас в Ульяновской области компании, которые будут конкурентоспособны, успешны и на рынке России, и на международном рынке, потому что только благодаря современным высоким технологиям можно быть конкурентоспособным, успешным на рынке, а эти высокотехнологичные компании создают высокую добавленную стоимость, которая намного больше, чем традиционные отрасли, и это позволит создавать высокопроизводительно-рабочие места с высокой заработной платой, вот это является для нас главной задачей, следствием этого налоги в региональный бюджет и так далее, то есть мы хотим создать проект, который будет менять модель экономического развития региона. А на каком этапе развития сейчас этот проект, когда он заработает в полную силу? Ну, проект на сегодня он уже представляет собой такой сформированный, принято решение, сформирован проектный комитет, который занимается развитием этого проекта, управляющая компания, вот агентство технологического развития, руководителем которого я являюсь, будет координатором этого проекта, будет его развивать, заказаны, сейчас разрабатываются уже архитектурные концепции, и будет проектироваться здание, где будут размещаться исследовательские центры, офисы этих компаний, опытное производство, проектируются образовательные учреждения, в том числе школа, которая сейчас, образовательная программа этой школы активно разрабатывается. Эта работа уже сейчас активно ведется, мы хотим, чтобы этот проект в ближайшие два года он уже воплотился, первый этап этого проекта в виде зданий, в которых эти компании начнут уже свою деятельность, в виде школы, которая у нас заработает, будет открыто представительство, сейчас идут переговоры с несколькими ведущими технологическими университетами, это и израильские университеты, и бельгийские университеты, и наши коллеги из Швеции. Почему очень важно для нас международное сотрудничество, потому что, во-первых, те компетенции, знания, которые накоплены, сформированы за рубежом, их, безусловно, нужно активно использовать, это во-первых. Во-вторых, сотрудничество с нашими коллегами из других стран является ключевым фактором успеха, для того, чтобы наши проекты были конкурентно способны на международном рынке. Если мы будем замыкаться только на рынке России, а он представляет собой менее 1% от мирового рынка, мы понимаем, что те продукты, товары, услуги, которые будут созданы у нас, но мы будем их продавать на весь мир, то потенциал этого международного рынка на два порядка больше, чем внутренний российский рынок. Поэтому изначально ставим такую высокую планку, чтобы создавать и выводить на международный рынок все эти проекты. А их невозможно локально внутри страны без учета особенностей развития экономик других стран реализовывать. инвестиции инвестиции именно в Ульяновскую область. Нужно признаться, что они очень осторожно относятся к непосредственному инвестированию в другие страны. Хотя пример Икея говорит о том, что они активно развиваются для того, чтобы было принято решение об инвестициях. Да, это возможно, но проект должен быть очень понятен для шведских инвесторов. И качество подготовки и бизнес-планов, и технико-экономических обоснований этих проектов должно быть на очень высоком уровне. В этом направлении мы взаимодействуем активно с нашим торговым представительством в Швеции, с нашей деп-миссией в этой стране. Здесь есть полное понимание и готовность со стороны наших коллег активно нам содействовать. И они приглашают нас и компании Ульяновской области к работе в рамках и международных конференций, которые проводятся на территории Швеции, где можно познакомиться с ведущими инвестиционными компаниями шведскими и рассказать о своей деятельности, о своих проектах. Поэтому эта масштабная работа сейчас будет продолжаться. Спасибо большое, Вадим Вячеславович, что вы пришли к нам. Спасибо вам. Успехов вам. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова